Вот трасса улицы, да? И Волосихинская. Вся протяженность, да. 3 километра, 190 километров. Вот так этот проект выглядит на бумаге, звучит масштабно. Идею по расширению вечно загруженной улицы Попова озвучили более 10 лет назад. Именно тогда и был разработан амбициозный план. Не реализовали, убрали в стол. С тех пор проект не потерял актуальности. Несколько раз проходил лишь корректировки. У нас все проекты сложные, потому что когда приходишь и проектируешь на месте, ты натыкаешься то на кабель, то на газ, то на тепловую сеть, которую надо выносить, водопровод надо выносить. Новая улица по задумке дорожников должна привести автолюбителей из большого пригородного района в большое светлое будущее, где нет никаких пробок. Проектировщикам и дорожникам можно сказать повезло. Дело в том, что еще в советское время здесь предполагалось строительство точно такой же дороги. Тогда этот проект внесли в генеральный план по нему, по этому проекту построили широкий мост и предполагалось строительство вот здесь, опять же, нового полотна. Если бы не было переправы, то, по мнению уже сегодняшних реалий, это привело бы к значительному удорожанию проекта. Только на строительство моста ушло бы 150 миллионов рублей. Сейчас чиновники говорят о 600 миллионах. Сумма тоже приличная, на дороге не валяется, но и работы там много. Так предполагается строительство ливневой канализации. Система эта есть, работает, правда, на одной из сторон. Теперь будет по всей ширине и длине. Сложности по реконструкции именно с точки инженерно-технической. По большому счету никаких нет, но очень большой объем по инженерным коммуникациям. Необходимо привести в соответствие трамвайные пути. Перекладка будет по порядку полутора километров трамвайных путей. Это строительство новой ливневой канализации для грамотного водоотведения. Ливневка – один из самых сложных этапов. После ее установки сразу же начнут укладку верхних слоев. Часть материала уже подготовлена. В зиму оставят покрытие без асфальта. Наверняка гравий просядет, обновят. Это будет уже в следующем году, как и ремонт старого полотна. После всех работ магистраль станет шире ровно до шести полос. Вот эту существующую дорогу еще в 2009 году, в 2009, наша организация асфальтировала. Мы проводили работу. Посчитайте, сколько лет прошло. И посмотрите, какой напряженный трафик здесь. Дорога держится еще. Улица Попова станет первым объектом по программе «Безопасные качественные дороги», где нужно не ремонтировать, а возводить с нуля. Главное теперь – все успеть вовремя. Кирилл Политов, Алексей Фризин. День с толком.